Давайте разберемся, насколько влияет, может влиять Россия на предстоящие выборы. Мы с вами в прошлый раз говорили о санкциях, которые вводились против Маргариты Симоньян, против Russia Today. И сейчас пишут о том, что Russia Today, все, что делала в Америке, в информационной сфере, они все-таки подыгрывали Трампу. Вы знаете, что Путин совсем недавно, когда его спросили, ну что ж, кто вам больше нравится, он говорит, ну конечно, Камала Харрис. Вот она наша девочка, а Трамп, значит, не очень. Трамп тоже на это отреагировал, говорит, я не знаю, как на это реагировать. Боже мой, боже мой, спасибо, класс, вы очень помогли мне, потому что, конечно, это как черная метка. С другой стороны, заявление, которое вы цитировали, все-таки там проблема перевода, потому что Трамп не напрямую сказал о том, что... Не напрямую. Да, он сказал, что мы теряем Иран, мы теряем Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей валютой. Я бы типа там по-другому это делала, и все, конечно, это начали... Я бы использовала реже санкционную политику, и все это сочли, что Трамп намекает, может, так и есть, на то, что будут сняты санкции. Поэтому есть некая перепалка. В Москве, мне кажется, все-таки, конечно, речь идет не о Камале Харрис, а о Дональде Трампе. В него они больше верят, и на него они больше надеются. Что может сделать Россия, и что позволит ей Белый дом? Потому что, когда вы сейчас вспоминаете вот эту осторожную, очень мягкую позицию Белого дома, это удивительно. Потому что Москва их уничтожает. Она против них работает, а они выходят в который раз и говорят, нет, ракет не будет, переговоры, да. Ну, то есть, проявляет, мне кажется, достаточно слабую позицию. Ну, вот смотрите, что касается непосредственного инструментария. Я считаю, что в 16-м году и даже в последующем 20-м вмешательство было куда существеннее. Оно в основном было в попытке влиять на общественное мнение, и, ну, какие-то инструменты были весьма работоспособными. Там целое дело возбудили уголовные против фабрики Пригожной, и, между прочим, по нему проходит ряд лиц, которые там даже в движении протеста у нас бегали из числа правых. Я просто некоторых видел фамилии. Они работали на фабрике Пригожной в Питере и, как бы, оказались в числе подозреваемых по этому делу. Вот. Ну, видимо, знали английский язык, их подключали, они на фабрике контролировали, так сказать, управляли этой системой воздействия, там, комментарии. Ну, знаете, как боты работают и так далее. Существенно ли это? На мой взгляд, нет. Даже тогда это нерешающим образом влияло на исход выборов, будем честны. Но, во-первых, сам принцип, любое вмешательство такого рода, оно должно пресекаться. А потом, я хочу спросить, а разве помимо попыток влияния на американские выборы, что Russia Today, все эти информагентства России сегодня и так далее, они что, должны работать на территории Соединенных Штатов? Вот вся эта пропагандистская шарманка, которая крутится, она вообще должна быть? Что Симоньян и ее псевдо-всякие там журналисты, они должны под прикрытием, которое они понятны, что все сотрудники СВР, либо других спецслужб российских, она для этого и создана, это Russia Today. Знаете, как раньше было агентство ТАСС или что-нибудь в этом роде. Вот Russia Today, она эти функции выполняет. Вот. И Россотрудничество эти функции выполняет. Уже все это знают, все это понятно и так далее. Что, разве их не надо преследовать даже за то, что они делают внутри России, вне ее пределов, в связи с войной в Украине? Нет. Даже если они не влияют на американские, ну, представим, не влияют, не могут. Нет такой возможности, боятся. А мне кажется, надо ебать по полной, понимаете? Прямо по шляпку забивать. Вот сейчас этот Симис, Симис, 3 миллиона заработал. Ну, во-первых, это смешно, я уверен, что у него там закрома такие, у мошонки, что, значит, там десятки миллионов. Ну, неважно, ладно. Они таких любят. Жульманов, понимаете, которые, значит, изображают, что они там типа американские политологи. Политологи, на самом деле, обычная агентура. Я уж не знаю, он в Москве, наверное, не собирается возвращаться домой. Ну, как бы вскрыли жабенку, понимаете? Теперь придется, значит, париться, значит, в Москве. Дом его обыскали и так далее. Вот это в том направлении, которым нужно действовать. Вот таких надо щемить по полной. Прилюдно, понимаете? Показывать, что такое бывает. Понимаете? А то они разъездили все эти, там этот вот этот очкарик, который в педофилии обвиняли. Как он забыл? Риттер, Шмиттер, Хренитер. Не помню. Я их не вижу. Скот, он скот, да? Скот, скот. Ну, вот скот, скот, скота вот этого. Вот. Они как бы, знаете, как хорошо, как замечательно. Давайте относиться, что это свобода слова, что это демократия. Что мы вот такое другое мнение имеем по поводу войны в Украине, по поводу режима в Москве. Что правда, что действительно, что ли? Реалии, да? То есть можно на одну планку поставить, значит, свободную прессу, демократию, права человека, да, гуманистический начал, недопущение войны, сотрудничество, дипломатию. Против вот того всего, что делает Москва? Что, серьезно? А мне кажется, бить надо сильнее, в два раза тяжелее. Сажать, больше сажать, отбирать имущество всех этих рашетудеев. Все забирать, вышвыривать везде, где можно, понимаете? Не пускать. Щемить, понимаете? И тогда эффект будет. Мне кажется, что в Соединенных Штатах понимание это пришло. И еще до, чтобы мысль вмешаться в выборы, там, кому-то подмахнуть или еще что-то сделать, даже не возникало. Даже не возникало, понимаете? Потому что вот кто-то скажет, ну, а что, как? Ну, американский выбор – это такая махина, 330 миллионов жителей, страна, такие партии, выборы. Да? А я вот наблюдаю, как в Европе это происходит. Я вот наблюдаю, как в Европе, в Германии. Альтернатива для Германии, там, да? Вот другие эти сателлитные партии. Вот это «Вагенкнехт», 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 «Вагенкнехт». Вот, ого! Профилактически надо, понимаете? Зная, чем они занимаются в принципе. И потом, а что, их расстреляли, к стенке поставили? Видите ли, в санкции кого-то ввели, закрыли офисы и так далее. Это что? Это страшное наказание какое? Что, их посадили, провернули, значит, на… Не буду говорить, что? Ну, просто как-то странно это звучит. У нас там в России люди за антивоенную, антипутинскую деятельность активисты сажают на годы и годы и годы, понимаете, в тюрьмы, российские тюрьмы, вот те самые тюрьмы. А здесь, видите ли, ай-яй-яй-яй-яй, кому-то, значит, щимоноль. Что касается Путин, конечно, троллинг, он это уже проделывал. Он и говорил, что нам, демократы, лучше в интервью Карсона. Это, безусловно, это не то, что какая-то договоренность между ним и Трампом, а типа, я вот такой сегодня веселый. Я могу сказать, Камала Харрис, да, она наш агент, понимаете, ну, вот типа так, переводя на русский язык, мы же ее там финансируем, понимаете, давая повод критике там каким-то, значит, оголтелым трампистам и так далее, что и так далее. Можно критиковать Харрис, можно критиковать демократов, у нас масса претензий к Байдену, его нерешительности и деменции политической, я сейчас говорю не о здоровье. Конечно, но совершенно же очевидно, где область интересов Путина, его область интересов, чтобы Украину сдали. И я много раз говорил, почему мы так вот поддерживаем Украину, ну что, заняться что ли нечем, вот что вот как бы русские политики, русские оппозиционеры лезут в это как решающий аргумент. Я уже еще раз повторю, ключевым вопросом русской власти, ключевым вопросом ее перемены, а это центральный вопрос, является вопрос Украины. Не вопрос протестов в России, что выйдут люди с платками, там на Кремль пойду и так далее. Нет, нет. Еще раз, нет, не будет этого в тоталитарной России, этого не будет. А вот поражение войны с Украиной, это инструмент для изменения власти в этой стране. Причем инструмент решающий, и значительная часть российского общественного мнения вне пределов, неконтролированного Кремлем, который за границей находится, релацировалась, подчеркиваю, значительно, если не решающая, она этого аргумента не принимает. Мы со своим народом, мы за Курск, мы за Хринюрск, понимаете? Это хитрожопость называется, когда хотят своими хорошенькими остаться. Для кого? Для ВАТы? Да вас вы там прям, если когда вы полезете на какие выборы и так далее. Даже если Путина не будет. Дураки вы. Поражение в войне с Украиной, Кремля, Путина, они развязали войну. Можно говорить, что это Россия, но еще раз повторяю, Россия по-другому устроена. Там народ не спрашивает, будет война, закончится война, будут переговоры, не будет переговоров. Кто они такие, их не спрашивают. Общественность в этом вопросе не участвует, понимаете? Она объективирована, она объект, ее просто используют. Но еще раз подчеркиваю, поражение в этой войне Кремля и Путина с Украиной создаст, пусть и призрачную, но перспективу каких-то перемен. А вот не поражение и все попытки того, чтобы перенести акцент внимания с собственной войны на то, что вот почему в Украине русофобия, а вот бедные несчастные куряне, которые побежали, значит, беженцы и так далее. Перенос этого акцента – это путинская политика, это путинский нарратив, это путинская пропагандистская стратегия. И те, кто ее подхватывает в надежде понравиться российскому обывателю, российскому избирателю, они подыгрывают именно Кремлю и никому другому. Вот и все. Вот мой аргумент. Поэтому на самом деле это продолжится до выборов. Да, конечно, Москва может поигрывать на дипломатическом уровне в том смысле, что кому-то намеки делать, а мы вот, знаете, Камалу Харри с самого начала поддерживали. Это они будут делать, но в Вашингтоне не до такой степени дураки. Поверьте, на такой дешевый развод там точно не поддадутся. Ну, сто процентов. Они там прожженные такие, что ой-ой-ой. Вы знаете, что это наш любимый мем, что русские ни в чем не виноваты. И как раз вы там даете пас позициям некоторых российских оппозиционеров. Я как раз о россиянах и продолжу. Сейчас самый обсуждаемый скандал – это венецианский кинофестиваль, где был представлен фильм канадско-российской режиссерки, которая семь месяцев прожила с российской армией. И она выпустила фильм о том, что русские мальчики – они бедные несчастные. Они же вдали от дома, мучаются. Так все плохо, да? Ну, собственно, об этих россиянах немножко. В Пензенской области участников войны будут переобучать на учителей. После трехмесячных курсов они смогут преподавать школьникам и студентам. И есть абсолютно конкретный пример. Воевавший в Украине наемник военной компании «Вагнер» выступил перед школьниками уже сейчас. Ну, знаем, что там с лекциями они тоже ходят очень часто. О важности семьи. Что интересно, что ранее он был судим за убийство семьи. Я не могу вообще. Эти новости мне вообще становятся приятными. Знакомого ради денег. То есть вот как бы учителя и примеры для подражания. Как вам такой подход? Это у нас такая завершающая легенькая тема. Вот смотрите, я когда всегда говорю о том, что в армии недопустимо принимать людей судимых. Людей, находящихся в местах лишения свободы, совершения тяжких и там других преступлений. Ну, хорошо, человек курей украл, может в каком-нибудь штрафбате-то и служить. Но, тем не менее, все равно армия, любая нормальная, должна избегать таких людей. Избегать таких людей. В Украине небольшая дискуссия была. Можно ли, нельзя ли. Насколько я понимаю, она погасла. Сейчас уже как бы не говорят о том, что людей, которые отбывают наказание, если они отбыли наказание, погасили судимых, да, конечно, они могут быть мобилизованы, они могут привлекаться, потому что, ну, это долг. Ты вот отбыл, и ты пошел. Ну, тоже не всякие. Знаете, педофилов и других я бы, честно говоря, избегал или там убийц откровенных, я бы избегал брать даже в Украине, даже после отбытия срока. У нас очень четко прописаны статьи, как бы можно, и это последние годы уже, которые они должны провести в тюрьме. То есть, если тебя только осудили, ты там и сидишь. Да. Потому что, почему? Вот ровно поэтому, понимаете, ни одна армия мира не стремится опираться на уголовников. Для них можно создавать особые части, их можно как-то использовать, но не надо из них делать героев, независимо от того, как они себя проявили на этой войне. Не надо, чтобы они ходили по школам и рассказывали, потому что возникнет вот этот эффект. А все, что, мне судимость погасили, а вот этот, который ням-ням друга съел или девушку съел, вот помните, этот, я их люблю, двоих друзей. Один каннибал, другой что-то там вообще какой-то хер разбери. Слеиные манья. Да, манья какой-то, кого-то он там насил, то ли мужиков, то ли бабки, не разберешь. И вот эти люди воюют. Ну, а что, как бы разрешил государство таких мобилизовывать, там, рекрутировать, контрактировать и так далее. Они приехали и, как бы, их шесть месяцев отбыли, имеют право. Ну, действительно же, это искаженное право. То есть, понятно, в такой стране тоталитарной, как Россия, мы понимаем, что о праве речи не идет. Сугубо о утилитарном начале, так сказать, потому что это выгодно использовать уголовник. Во-первых, они погибают. Во-вторых, так сказать, их не жалко. Ну, вообще никого не жалко. Но в данном случае это зависимый материал, которому, знаете, выбор небольшой. Либо на фронт, либо, как говорится, дальше сидеть с неизвестным исходом. А потом они, видите, возвращаются, становятся героями. А ведь их бэкграунд никуда не девается. Неправда, что можно забыть еще, что он там натворил. И говорит, нет, нет, это все перечеркивается, а имеет значение только то, что он делал в ходе СВО. Сама СВО преступная, понимаете? И вот человек, который убивал, насиловал и так далее в гражданской жизни, вдруг ему говорят, а все нормально, ты теперь сейчас идешь, мы тебе даже оружие дадим, чтобы ты убивал, насиловал, грабил, стрелял и так далее. Вы понимаете, что в сознании такого человека, кому он может преподавать, каким школьникам он может преподавать, что он может рассказать такого? О ценности семьи, да? Собутыльника убил или там кого он там убил? Даже, может быть, это бытовуха, но не важно. А что, этот бэкграунд куда-то теряется? Это священники могут позволить даже принимать в САН людей прежде судимых, что тоже, кстати, сильно не приветствуется, но в РПЦ, кстати, тоже это есть, если человек, значит, раскаялся и так далее, но общество не может себе это позволить. Это не значит, что эти люди навсегда поражены в правах, не об этом речь. Но героев из них делать нельзя, брать их в армию и отправлять на фронт нельзя, понимаете? Да, в Украине беда с коррупцией, беда с теми другими вещами, если человек еще не судим, что-то подозревает, его можно отправить кровью смывать, это нормально, но если он осужден, если он уже сидит, если суд состоялся, ну тогда, конечно, говорить о каком-то использовании таких людей в ходе защиты Родины, в общем, не приходится, все-таки уголовникам не место. До осуждения, там, по подозрению чего-то, еще можно о чем-то рассуждать, ну и то речь идет о каких-то, знаете, военкомах, которые взятки берут, еще чего-нибудь, да, смоешь кровью, смоешь кровью, это еще не доказано, суд тебе не принял, пойдешь и будешь на передовой смывать кровью вот это все. Ничего, смоешь, все нормально, но откровенных уголовников, уже судимых, сидевших брать нельзя, ровно поэтому, ровно поэтому и в американской армии, и в израильской армии, и любой другой современной армии вы не найдете уголовников, которых привлекают в качестве, значит, военнослужащих по контракту или любым другим способом, ровно потому, что они и разлагают среду вокруг себя, внушают это делинквентное, склонное к совершению преступления, я объясняю, сознание всем окружающим. Ну, вы знаете, эти порядки, значит, в натуре там это, значит, неуставные отношения и тому подобное, поэтому этого делать нельзя, у них своя среда, у вас своя среда, ровно поэтому авторитеты, воров в законе и так далее, они не одобряют похода, значит, судимых, осужденных, осужденных принято в России, говорит, меняю ударение, вот, на вот эту так называемую специальную военную операцию, они это считают обманом, и я думаю, под этим есть серьезные ощутимые основания, это действительно так. И поэтому, чтобы не сталкиваться с этими проблемами, лучше этого избегать. А в России, Россия пропащая страна, они сейчас действительно пойдут в школы, там, сейчас вызывает НВП, да, это называется, начальная военная подготовка, вот они будут НВП, там, значит, щупать малышей и так далее, давайте, давайте, действуйте дальше. Все, что можно по этому поводу сказать, ну, значит, сейчас они у власти, что хотят, то и делают, что Путину есть дело до того, кто в школу пойдет, да чихать он хотел. К нему-то он не приставит тут педофилов, участников СОК, своим детишкам Ивану и Владимирову их обучать на Валдае, нет, не будет таких, других наймут. А так было бы здорово, и с Кабаевой тоже, то да, все, пятое, десятое. Я бы обещала посмотреть на этих родителей, которые в Пензенской области спокойно своих детей будут отпускать в школы вот к таким, ну, а последствия, мне кажется, что мы с вами о них узнаем еще и еще в таких красочных историях, как вот это про ЧВКшника, который выступал перед школьниками с докладом о важности семьи, семьи, видимо, которого он убил. Субтитры создавал DimaTorzok